Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы планируем к 15-му числу обеспечить получение всех необходимых разрешительных документов. В Анапе открывается новая эра. Готовность и начало работы военного технополиса оценил сегодня заместитель министра России Тимур Ванов. Есть область торговли, где торгуют фальсификатором. Это одна проблема. А есть область, где торгуют скидка в любое время. На страже закона новый межрайонный прокурор Анапа принял участие в сессии муниципального совета и рассказал о приоритетах работы надзорного ведомства. Как вам Анапа? Супер! На зарядку становись. В анапских пансионатах делают ставку на активный отдых. Начнем с главного. В ходе очередной сессии депутаты муниципального совета выделили полтора миллиона рублей на софинансирование строительства детского сада, а также согласовали кандидатуру нового руководителя управления ЖКХ и выбрали двух почетных граждан города-курорта Анапа. Одна из задач, которая сегодня ставится перед руководителями – рачительный подход к использованию средств. Бюджет муниципалитета достаточно напряженный. По краевой программе на этот год выделено 50 миллионов рублей на строительство детского сада в Хуторе-Воскресенский. По условиям софинансирования необходимо привлечь еще полтора миллиона рублей. Их перераспределили с других муниципальных программ, там, где позволяли сроки финансирования. Вместе тем более двух с половиной миллионов рублей вернут жителям станицы Гастагаевской, участникам одного из кооперативов по строительству газопровода низкого давления. Деньги удалось сэкономить благодаря системе электронных торгов. Принято было решение эти деньги людям вернуть. И останется людям заплатить по этому объекту только 212 тысяч, которые собраны уже. В связи с этим мы предлагаем внести соответствующее изменение муниципальному программу. В части сокращение расходов за счет переключенных средств граждан в сумме 2,6 миллионов рублей. Сегодня же депутаты утвердили на пост начальника муниципального управления ЖКХ кандидатуру Сергея Криворучко. По первому образованию он инженер, сейчас заочно учится на юриста. Общий стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства более 15 лет. Кроме того, депутату утвердили список из 11 человек, которым вручат медаль за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. Среди них общественник Христофор Асланиди, врач Ирина Кузовкова, священник Виктор Полянкин, писатель Сергей Левин, атаман районного казачьего общества Валерий Плотников. Тайным голосованием из пяти кандидатур выбрали двух новых почетных граждан города-курорта. Директора Анапского завода ЖБИ Лева Багиняна, а также заслуженного экономиста России Евгения Царева. Глава города-курорта Юрий Поляков и анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко обсудили вопрос проведения совместных приемов. Об этом стало известно в ходе очередной сессии муниципального совета. Новый руководитель надзорного ведомства заявил, что намерен принять активное участие в борьбе с суррогатным алкоголем. Представляя депутатом совета нового анапского межрайонного прокурора Александра Фоменко, глава города-курорта Юрий Поляков сделал акцент на его богатом опыте работы, прежде всего в муниципалитетах. Верим в то, что законность и правопорядок у нас будет на самом высоком уровне и пожелаем успеха Александру Николаевичу в работе вместе с нами. По словам Александра Фоменко, работа с депутатами для него один из приоритетов. Он напомнил, что у него есть право предлагать на рассмотрение муниципального парламента различные нормативные акты. Кроме того, прокуратура – еще одна ступень контроля качества принимаемых документов. А это – основа. Одна из первоочередных задач – борьба с контрафактным алкоголем. Давайте мы все вместе подумаем и составим единый список, который будем отрабатывать с полицией. Вы знаете, я человек новый, мне здесь без разницы, кто, где. А если вы подскажете, что кто-то, так сказать, влияет на эти процессы, мы будем, соответственно, с другими силовыми структурами заниматься этими людьми. Поэтому я думаю, что настало время наводить нормальный вид такого достойного курорта. Я сегодня посещал и изоляторы временного содержания, и КАС. Ну, понятно, что большинство правонарушений, преступлений совершаются в состоянии алкогольного обвинения. Я думаю, это необходимо нам вместе с муниципалитетом составить этот список, потому что люди говорят, что эти адреса все знают, они неоднократно уже известны. Ну, то есть есть область торговли, где торгуют фальсификатором, это одна проблема. А есть область, где торгуют спирт, а в любое время, это другой вопрос. Юрий Поляков и Александр Фоменко уже обсудили возможность проведения совместных приемов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Практически стопроцентный назвал заместитель министра обороны России готовность военного технополиса ЭРО к началу работы. Сегодня ход строительства научного инновационного центра проинспектировал Тимур Иванов. Подробность об итогах проверки в нашем эксклюзивном интервью. Готовность, я бы сказал, 99%. Мы выходим на финальную стадию. Сейчас идет монтаж уже основного технологического оборудования, специализированная лаборатория оснащается необходимым оборудованием. В целом идет пусконалочная работа, завершается благоустройство. Как и планировали, в сентябре технополис ЭРО начнет свою работу. Мы планируем к 15 числу обеспечить получение всех необходимых разрешительных документов и уже приступить к началу работы технополиса. А вот анапские школы уже полностью готовы к новому учебному году. В нашем городе в День знаний за парты сядут более 25 тысяч ребят. Из них почти 2600 первоклашек. Для них уже подготовлено 96 классов. Летом во всех школах курорта проводился ремонт, закупалась мебель. В готовности к встрече учеников одной из крупнейших, СОЖ номер 4, убедилась наша съемочная группа. Совсем скоро за эти парты впервые сядут первоклассники. На покупку мебели было потрачено порядка полумиллиона рублей. Высота парты стульев регулируется, гарантируя комфортное пребывание на уроках. Полностью укомплектован и персонал. По словам директора, в 4-й школе нет дефицита учителей. Они уже приготовили для своих воспитанников методические материалы и освоили новые интерактивные доски. Особое внимание в школе уделяют здоровому образу жизни. В связи с тем, что мы попали в программу, сам был в школе, мы решили, что здесь должен быть очень хороший, современный и удобный для детей зал. Малый спортивный зал был полностью отремонтирован. Здесь занимаются борцы из спортивных школ. Изменения видны и в основном в спорткомплексе. Осталось лишь отремонтировать пожарную сигнализацию. Первую неделю учителя будут проводить физкультуру на открытом воздухе. Полноценное питание школьники получат уже с понедельника. Столовая соответствует всем требованиям и стандартам. Раздельные холодильники, горячие и холодные цеха, кондитерские, а также отдельная зона для мытья и хранения посуды. Благодаря усилиям родителей, неравнодушных людей, которые есть еще у нас, слава Богу, в Анапе, это бывшие наши родители, наши ученики уже, которые помогают в школе. И мы готовим каждый раз школу к новому учебному году. Ну, я считаю, что вся школа готова. Остались такие вот легкие штрихи, там, домыть окна, довесить шторы. С первого числа прийти на праздник, а с третьего начать учебный полноценный год. Четвертая школа вошла в число лучших общеобразовательных учреждений Краснодарского края. В этом году они примут более 2600 учеников. Первого сентября состоится торжественная линейка и пройдут первые классные часы. А с понедельника начнутся полноценные занятия. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Пятеро несовершеннолетних жителей Анапы могут лишиться единственного жилья из-за того, что соседи требуют через суд снести их дома. Первая инстанция в иске отказала. О том, что они проиграли апелляцию в Краснодаре, ответчики узнали случайно, заглянув в базу судебных решений. Оказалось, что извещения пришли по другому адресу. Удивлены и муниципальные органы опеки. Их также не уведомили о том, что судебное разбирательство приняло новый оборот. Юрист, представляющий интересы семьи в суде, заявляет, что ошибка серьезно нарушила их права и готовит сразу два документа в Краевой суд. Этот двор на улице Самбурово типичен для Анапы. Он поделен между несколькими собственниками. Там есть жилые дома, есть и коммерческая недвижимость. Как рассказала Оксана Пятибратова, все началось с просьбы соседей. Построить новый дом на Меже, то есть прямо на границе с участком Пятибратовых. Они возражали, настаивали на отступе, иначе новостройка закроет окна их дома. Через некоторое время Пятибратовы решили отремонтировать кровлю в своей части дома и обустроить чердак. Соседи обратились в муниципальный контроль. Было возбуждено административное дело по факту реконструкции дома без разрешительной документации. Также в документе соседям рекомендовали обратиться в суд, если заявители считают, что их права нарушены. Пятибратовы утверждают, что чинили кровлю и предъявляют ответ из управления архитектуры, где указано, что на эти цели какого-либо разрешения не требуется. Так или иначе, но весной прошлого года соседи подали иск в суд. Они потребовали уменьшить этажность гаража, а также полностью снести два жилых дома, прилегающих к участку. Впоследствии они потребовали убрать вообще все постройки вдоль Межи. К делу подключилось муниципальное управление по делам семьи и детства. В домах прописаны, проживают и являются собственниками пятеро несовершеннолетних. Имущество, в котором они проживают детям, не наносит никакого вреда, не угрожает их жизни и здоровью. Мы настаивали на том, чтобы это имущество оставили детям. На сегодняшний день это единственное их жилье, где они могут, собственно говоря, проживать. Угрозы жизни и здоровью там нет. По факту есть все заключения о том, что там проживать возможно. Условия там для детей созданы. В итоге Анапский городской суд в иске полностью отказал. Соседи обжаловали решение в Краснодарском краевом суде. Семьи ответчиков отправили возражения и ожидали вызова в суд. После майских праздников решили, что пауза затягивается. Заглянули на официальный сайт. Выяснилось, что на краевом уровне уже отменили решение Анапского суда и вынесли новое, по которому все строения, указанные в иске, подлежали сносу. Тогда ответчики обратились на почту за выписками и обнаружили, что судебные уведомления были высланы, как и положено в апреле, но по другому адресу. Не в 114-й, а в 144-й дом по той же улице. Нас не просто удивило, нас просто потрясло до глубины души, собственно говоря, вот нарушение всех конституционных, процессуальных и гражданских норм и правил. Одно дело, если бы мы просто халатно отнеслись к этому явлению и не явились на суд. Другой вопрос о том, что неизвещения лиц, участвующих в деле, являются вообще-то основанием для отмены решения суда. Никаких извещений не получали и в управлении семьи с детства, хотя для судов извещать о подобных процессах – обязательная практика. Везде, где затрагиваются интересы несовершеннолетних, принимает участие органы опеки. То есть мы там должны были быть, тем более, что в предыдущих процессах мы участие принимали. Юрист Василий Иванов считает, что произошла техническая ошибка. Тем не менее, такой сбой – весомый аргумент уже для кассационной инстанции. Это действительно просто ошибка. И именно в связи с ошибкой, не приглашая их в судебное заседание, конечно же, это нарушение конституционных прав на представление доказательств и на равноправие с обязательностью в данном процессе. Кроме того, юрист рассказал о вновь открывшихся обстоятельствах, которые могут стать основанием для повторного рассмотрения дела в апелляционной инстанции. В 2005 году супруг заявительницы дал письменное согласие, чтобы жилые дома были узаконены. Этот документ в деле абсолютно новый, в суде первой инстанции не фигурировал. Вопреки утверждениям ИСОВ, согласие все-таки было на возведение. Это закреплено в соответствующих документах, на которые сослался. И если он усмотрит эти основания, тогда это дело будет пересмотрено. Тем временем к семьям ответчиков уже приходили приставы. Это говорит о том, что оппоненты получили исполнительный лист. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа Регина. Еще в мае, когда к нам обратилась семья Пятибратовых, наши корреспонденты попытались связаться с их оппонентами. Самостоятельно пояснять, что либо они отказались, переадресовав вопросы к адвокату. По мобильному телефону, указанному в иске, с ним не было связи. Перед выходом сюжета мы повторили попытку. Она также оказалась безуспешной. Наша телекомпания готова в любой момент предоставить площадку, чтобы ИСЦ могли более полно представить свою позицию. И к другим темам. Борьба с амброзией на курорте не прекращается ни на день. Специалисты управления муниципального контроля выявляют все новые земельные участки с карантинными растениями. Накануне во время рейда на улице Железнодорожной обнаружилось, что несколько участков заросли этим сорняком. Сотрудники Монконтроля провели работу с собственниками и те в кратчайшие сроки очистили территорию. И это далеко не единственный случай. Все материалы по выявленной амброзии направляются в Краевое управление Ростельхознадзора. А уже на основании этой информации инспекторы проводят проверки. Граждан привлекают к административной ответственности. Итог – штраф и предписание об устранении нарушений в максимально сжатые сроки. На курорте началось благоустройство еще одной народной тропы на углу улиц Гребенской и Чехова рядом с шестой школой. Инициатором работ стал глава города-курорта Юрий Поляков, который считает, что протоптанные людьми за многие годы тропинки надо превратить в уютные выложенные плиткой дорожки. Первая из них, напомним, появилась недавно в сквере Гудовича рядом с Краеведческим музеем. Работы проводят специалисты муниципального предприятия «Ремстрой», которым предстоит уложить 50 квадратных метров тротуарной плитки. Более 100 человек ежедневно собираются на морском побережье, чтобы принять участие в спортивном флэш-мобе. Активный отдых – одна из главных особенностей пансионата «Кристалл». Даже утреннюю зарядку они смогли превратить в оригинальный праздник. Такую активную утреннюю зарядку в пансионате «Кристалл Уют» проводят уже около пяти лет. Ежедневно, собираясь под ласковым анапским солнцем, постояльцы и местные жители под музыку выполняют различные упражнения. Формат спортивного флэш-моба «Зарядка» приобрела два года назад. Веселый, активный, а главное – полезный для здоровья отдых сразу пришелся по душе гостям курорта. Всех поднимает и устроение поднимает. В каждой подъемности не будет собираться, а тут вроде в компании, и все вытягиваются понемножку. А как вам анапа? Супер! Первый раз приехали? Нет, второй раз уже. Еще приедете? Да, обязательно. Как отмечают аниматоры, постояльцы пансионата не должны скучать. Тогда отдых запомнится только положительными эмоциями. Люди хотят смотреть за своей фигурой, улучшать эти все показатели, поэтому мы идем к ним навстречу. Анапа, пляжи наши, к этому располагают. Лучших пляжей, лучшего курортного города я считал, считаю и буду считать. На всем, наверное, побережья нет. Мы считаем, что это полезно и для города, и для пансионата. В пансионате «Кристалл» надеются, что их опыт подхватят и другие санатории. Внедрение спортивных программ, постоянная занятость и активные развлечения – вот простая формула успеха. Подобный флешмоб собирает до ста человек. Многие отдыхающие приходят с других пляжей. Своей главной фишкой аниматоры называют зажигательные морские танцы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев. Анапа-регион. Внимание и экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, с 30 августа по 1 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает «Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций». Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа-Самбурово 254. Мы делаем спорт доступным. Продолжение следует.